Стаж во Франции Стаж во Франции То это не совсем так Сразу же вас предупредить хочу Потому что я буду рассказывать Просто про стажировку Во Франции французов Для французов или для таких вот приезжих Как я Которые имеют документы На право работы Вот так вот наверное правильно будет сказать Поэтому Если У вас нет этих документов То наверное Как бы вам пока рано Эту информацию узнавать Ну с другой стороны там уже Сами смотрите Хотите вы это слушать или нет И в общем то я решил сегодня Вернуться к тому формату Самому самому Первому с которого в общем то Почему я и назвал да Свои ролики Франция с регистратора Потому что изначально я вот Как то так и задумывал Что я буду просто В машине Ставить камеру И грубо говоря по дороге Там ехать куда нибудь И вещать О чем нибудь Вот собственно сегодня решил Такую же ситуацию Создать Поэтому Потихоньку поедем И я буду рассказывать На эту тему У меня Все будет медленно Может еще там что нибудь По пути расскажу Как всегда я Не супер шустрый В своих рассказах Так что Извиняйте Нахожусь я сейчас В Люрде Как раз У меня сегодня был Последний день стажировки Той самой О которой я Сейчас буду рассказывать Этот городок Он находится Сколько там Километров 20 может быть Ой нет Что-то я не туда поехал Лучше вокруг На рампу Так вот Сейчас я чуть Успокоюсь Мыслями Заберусь Значит Какая ситуация Здесь у каждого Есть У француза У каждого Но опять же Я буду говорить больше За себя На своем опыте То что я узнал Из личного опыта В принципе Это может не совсем совпадать С тем что есть там На других работах Например Или что-то в этом духе Я буду рассказывать о том Что я прошел В общем Работая на своей работе На которой у меня Контракт Допустим Полгода Контракт у меня на полгода Да и через полгода Я его могу Продлить Еще на полгода Ну по обоюдному желанию Я делал уже ролик Про свою работу Полгода назад Еще делал Но Не знаю На этот момент Я его еще не выложил Посмотрим Ну наверное Наверное я Вот этот ролик Который сейчас Я снимаю Я его выложу Скорее всего После того уже Как выложу ролик Про работу То есть Чтобы было понятнее Там я рассказываю Про работу А здесь я рассказываю Про вот эти бонусы Работы Блин Солнце светит Прямо Наверное вам Не очень хорошо видно Ну да ладно Сейчас мы чуть Будем уже Поворачивать Там уже против солнца Не будем ехать Так вот Работая полгода Допустим Имея контракт На полгода На этой своей работе Я имею право На один месяц Один месяц В полугодии Я имею право На стажировку Что это означает Я имею право Пройти стажировку Где угодно На любой другой работе Ну Касательно меня Есть некоторые ограничения Поскольку Я пока еще Не гражданин Франции То я не имею права Работать там В таких Государственных сферах Как полицейским Там пожарным Например Я не имею права Естественно А вот Другие работы Легко Поэтому в принципе Практически На любую работу Я имею право Которую я сам выберу Я могу сам выбирать Что я Ну По какой профессии Там что Что я хочу узнать То есть суть какая Для чего это сделано Вообще Чтобы вы Работая на какой То работе К примеру Эта работа Она такая временная Да Вот Вы Просто ради того Чтобы денег заработать Пошли на эту работу Но в принципе Вы мечтаете о чем-то другом Какой-то другой профессии Допустим Вы не учились Нигде на эту профессию Но в принципе Вам интересно Что-то другое Другая сфера Какая-нибудь И тем самым Вот эта стажировка Она как раз Дает Возможность Получить Ну в общем Посмотреть Как происходит Как работает На той другой работе О которой О которой Вы думаете Ну к примеру Короче Рассказываю на своем На своем примере Чтобы блин Вот это Демагогию Не разводить В общем Я работаю На ферме Как вы уже По идее Могли видеть В ролике Про работу Я работаю На ферме Для фермы Био называется То есть Ферма Которая выращивает Био Био Овощи Биологически Чистые Овощи В общем Которые тут Во Франции Очень популярны Они чуть дороже Стоят О смотрите Американец Какой Это Этот Блин Вылетело Из головы У меня даже Моделька такая Была От Ятминга Не важно В общем Я работаю На этой ферме Я там Правда Не самим Фермерством Занимаюсь Я со временем Так получилось Что я туда Пошел сначала В ателье Работать А потом Видите Как я Заболтался И не сразу Заметил Пешеходов А тут Надо пропускать Надо уважать Это не только Здесь По хорошему И везде Надо пропускать Но здесь В особенности Это принято Так вот Блин Мыслями Надо собраться Я работал Там сначала В ателье По дереву Как бы Пошел я туда Работать Изначально Вот в ателье То есть У меня был там Выбор Можно было В саду Но это я рассказывал В ролике про работу Смотрите Это там Давайте Я не буду повторяться И собственно У меня Полугодие Я имел Возможность Пойти На стажировку На другую работу И конечно же Мне было интересно Найти что-то По моей сфере По моей специальности То чем я занимался У себя в стране А я занимался Фотографией Фото Видео На телевидении Работал Оператором Дизайном Чуть-чуть В рекламном агентстве Ну в общем Вот в этой сфере Мультимедиа Что-то в этом духе Я конечно Хотел найти Что-то себе Здесь Из этой Из этой области Но к сожалению Вариантов было Немного Во-первых Как я уже Возможно говорил Не помню В этом региончике Где я живу Здесь Нет больших Городов Таких вот Больших Где было бы Телевидение Какое-нибудь Или что-то В этом духе То есть Тут С этой работой Не все так Радужно Довольно сложно Ее найти Но при этом Есть там Какие-нибудь Маленькие Мелкие фотографы Или там Мелкие газетки Что-нибудь В этом духе Было Но Не получалось В общем За первые полугодия Когда я работал Там В принципе Не получилось Толком Ничего найти Кроме Одного Единственного Варианта Который Вот собственно О котором Я сейчас буду Рассказывать А вариант Такой Что это Магазин По сути Это магазин Который Занимается Фотомагазин Который Предоставляет Услуги Там По печати Фотографии По Не знаю По реставрации Фотографии То есть Там же Есть И Студия Небольшая В которой Можно Это дело Сфотографироваться Можно На паспорт Или просто Художественное Фото В общем Магазин В себе Объединяет Все Вот эти Функции И Я В принципе За неимением Особо Большого Выбора Я решил Пойти Туда Всего лишь На недельку То есть Вы Кстати говоря Я забыл В этом Сказать В этот Месяц Который Вы имеете право Вы Не обязательно Должны Весь месяц По моему Даже Вы не имеете Право Целый месяц Там по моему Две недели Максимально Можно Получать Проходить Стажировку И Неделю Минимально Как то так Но я взял Недельку Тут думаю Мало ли Все таки Это просто Магазин Что там Может Ничего интересного Не будет А ездить Далековато То есть Я так себе Прикидывал Не стоит Больше На больший Срок И я взял Недельку И Вот Собственно Недельку Уже Отработал Сегодня Суббота Все Я последний Тут сегодня Половина дня Всего лишь Была Какой вид Слева Посмотрите Горы Люрда Здесь Прямо Возле Гор Находится Этот Городок Здесь Не то Чтобы Такие Прямо Супер Это Не Какие Там Высоченные Но Все же Все же Горный Райончик Ну И Собственно Что И Получается Вот такая Вот система Вы Имеете Право На стажировку Для того Чтобы Просто Понять Допустим Вы Хотите Сменить Работу И Хотите Что-нибудь Такое Новенькое Чего Вы Не Пробовали Никогда И Вы И И Самое Главное Что Я забыл Сказать Почему В общем То Интересно Кому То Брать Вас И Там Не знаю Чему То Обучать Что То Рассказывать Потому Что Оплачивает Оплачивает Эту Неделю Как раз Работа С которой Я пришел Понимаете То есть Ферма Моя Оплачивает Работу То есть Я так же Получаю Зарплату Как и Получал Получать Получал Получается Та же Самая Зарплата Она То есть По факту Получается Как будто Я работаю На ферме Продолжаю Работать Но при этом Я работаю Недельку Даже как Работаю Стажировку Прохожу В другом Месте Поэтому Собственно Интересно Для Например Этого Магазина Фото Магазина Для него Интересно Потому что По сути Это Бесплатный Работник Такой Скажем Хотя Конечно Слишком Громко Сказано Что Я там Работал Потому что Ну да Я мог Там Что-то Помочь Какие-то Нюансы Были Я делал Что-то Естественно Но в то же Время Ему Нужно было Мне что-то Объяснять Рассказывать Ну не знаю Какая-то такая Система Плюс я думаю Государство Еще Что-то Видимо Тоже Выделяет Тем Кто Берет На стажировку Вот тут Я точно Не знаю Но Я практически Уверен Что там Тоже Какие-то Бонусы Есть Может быть Налоги Меньше Платятся Может Ну что-то Это к сожалению Я Хотел Погуглить Но Забыл И сейчас Не смогу Вам точно Сказать Но наверняка Что-то там Есть еще Помимо того Что это Бесплатный Работник Есть еще Наверняка Какие-то Бонусы Вот поэтому Собственно Многие Соглашаются Не все Не все Но многие Соглашаются Взять на стажировку Кого-то Часто Можно увидеть Где-нибудь В аптеке Или в магазине Когда вот Аптекарь Видно Что опытный И рядом Стоит Какая-нибудь Молодая Девчонка Совсем Там Буквально Школьница Тут по-моему Кстати По-моему С 14 лет Даже Они имеют Право Проходить Стажировку То есть Даже Вы еще В школе Учитесь Вы еще Просто Определяетесь С кем Вы хотите Работать И уже Вы можете Пойти Попробовать Посмотреть Как это Происходит Понравится Вам или нет Там же Вам решать Поэтому Часто Можно увидеть Каких-то Школьников Или Каких-то Молодых Людей Ну я Не сильно Молодой Но Видите Тоже Приходится Как правило Да Как правило Это молодежь Больше Конечно Потому что Они еще Ищут Люди Постарше Они уже Там Знают Что они Чем Они хотят Заниматься В принципе Не так часто Им это нужно Вот такая Система По большому счету Я снял Немножко В этом магазине Я сейчас Сделаю Вам Ставочки Снял Немного Мне понравилось Вы знаете В общем и целом Мне понравилось Я Не думал Что будет Настолько Интересно Как-то Так Все Очень Даже Хорошо И весело Сложилось Познакомился Знаете С этими людьми Фотограф Там Довольно Опытный Этот магазинчик Он С 84 По-моему Года Работает Я у него Спрашивал Или 87 Или 84 Я забыл Вот Давно Давно Очень давно Он уже Открыт И в принципе Он Одним и тем Женщик Занимается Просто Сменилась Скажем так Немного Техника Раньше Там Все с пленкой Работали Да Там С негативами Сейчас Больше цифра Поэтому У него там Стоит Например Фронтир 350 Я тоже Когда в рекламном Агентстве Работал Я Ну Пользовались В те времена Пользовались Вот Этим Этими аппаратами Точнее Он Не для Не для рекламного Агентства Но я ходил Там печатать Такие Как Fuji Вот А знаете Салоны Раньше Были Куда Вы Приносили Свою Пленку Там Кодек Например Фотоаппараты Были популярны Вот эти Мыльницы Пластмассовые Вот Как раз На этих Аппаратах Печатали Таких Как Фронтир И вот У него Он тоже Стоит Но Он Его Уже Не Использует Поскольку Аппарат Устаревший В принципе Он Как он Мне сказал Он Еще Рабочий Все нормально Но Обслуживание Его Кинул И купил Себе Новый Аппарат Который Уже Заточен Под Цифру Ну Вот Сейчас Может быть Я как раз Вставлю Вам кадры Этого Аппарата Даже Даже Малюсенькое Интервью Я взял Жулия Работает Тоже Работница Которая Там Работает У них Такая Посменная С утра С утра До Обеда Она Работает В этом Магазине После Обеда Она Работает Во втором Магазине У него есть Еще один Магазин Такой же Чуть поменьше В соседнем Городке А он Наоборот Он получается С утра Там В том Магазине А после Обеда Он В этом Основном Большом Donc Келька Моу Пуле Прест Сл. Пуле Я не знаю Бонжур Кэп Тиви Бонжур Командир Бонжур Кэп Тиви Командир Командир Бонжур Кэп Тиви Магазин sa週 Кэп Тиви С кем Кэп Тиви Но Пуле С�� Порт Капан Это все, что это? Это машина для разработки. Но я надеюсь, что я надеюсь, что можно вести в течение? Можно снимать фотографию? Можно снимать фотографию? Да. Партирующие карты, карты хорошей серии, карты, карты... Вот, мы можем найти все карты, с CD. И Wi-Fi, Bluetooth и Wi-Fi? Да, Wi-Fi и Bluetooth. Можно делать монтаж. Можно перейти в noir и blanc, в сепиа. Можно поставить несколько фотографий на фон, как здесь. Да. Cool, спасибо! Вот, вы посмотрели, да? Я надеюсь, если всё там смонтировал нормально и снял нормально. Вот эта штука очень, кстати, удобная. Я не знаю, я раньше не сталкивался с такими. Может быть, они и есть где-нибудь у нас, но я раньше не сталкивался. Вы приходите со своей флешкой, с диском, с телефоном даже просто. И буквально тут же, через минуту, вы можете напечатать себе фотографии с телефона. Прямо по Wi-Fi или по Bluetooth в эту машинку копируются и вперёд. Сразу же забираете. Там максимальный формат 20 на 30, минимальный 10. Ну, вообще там два формата. 10 на 15 и 20 на 30, то есть стандартные штуки. В общем, забавно, забавно. Плюс я попробовал, у него тоже есть старенький аппарат, сканер, плёнки и там картриджи каких-нибудь, диапозитивов. Тоже я раньше с этим никогда не, ну, сам лично никогда это не делал. И мне было интересно просто попробовать. Он древний, конечно, аппарат, там монитор такой древний, глаза болят. У него частота кадров фиговая. Но при этом я люблю просто, люблю плёнку, фотографии старые разные. И мне было очень интересно попробовать. Не знаю, что ещё, что ещё рассказать, что там ещё было. А, в итоге он мне, кстати, даже фотоаппарат один подарил сегодня буквально. Ну, конечно, не какой-то крутой, а плёночный Canon старенький довольно-таки. Там что-то у него с объективом. Ну, в общем, ему какой-то клиент, чёрт знает сколько времени назад, по-моему, даже несколько лет назад принёс его. Что-то там с объективом было. По-моему, то ли он забыл, ну, какой-то его знакомый клиент. То ли он забыл, то ли он сказал, что он ему нафиг не нужен. Ну, в общем, он у него несколько лет уже лежит. А я просто увидел его и спросил, как раз я интересовался. Давно хотел себе какой-нибудь плёночник взять. Но при этом, чтобы был Canon, чтобы байонет подходил к моим объективам. Я как раз его увидел тут, спросил у него, а что это за фотик? И там нормально ли он, ну, что-то там такое в этом духе спросил. А он мне, да-да-да, вот смотри. Я говорю, да я как раз вот себе присматриваю что-нибудь в этом духе под Canon, чтобы объектив. Он, а, так вот, да-да, забирай его. Он мне, блин, 300 лет не нужен. Он уже лежит тут, там он внизу там на полочке валялся. Лежит уже сто лет. То есть, как бы вот так. Просто взял мне этот фотик подарил. Он ему не нужен, а мне, может быть, как раз то, что доктор прописал. Хочется пленочное что-то такое, знаете, маленькое. Моя цифровая дура, моя, меня, конечно, полностью устраивает, но он большой, неудобный. Ну, как неудобный. Неудобный для просто каких-то прогулок. Все-таки вес у него такой нехилый. А я хотел, ну и плюс пленка, конечно. Мне пленка интересна, она живая, своя картинка. Как-то вот забавно, очень интересно. Я давно хотел. Короче говоря, не важно. Это мои. Вот, что еще, что еще, что еще я забыл сказать. По поводу стажировки. Да, в принципе, наверное, все. Основные вещи сказал. Вот такая вот интересная штука. Я не знаю, если вы сталкивались с таким, напишите мне, потому что, я не знаю, у нас вообще практикуется в такого рода. Я знаю, что есть, конечно, стажировки, там, после каких-то учебных заведений, там, естественно, это я знаю. Но вот так вот просто, когда вы где-нибудь работаете, и вплоть до того, что вы имеете именно право, имеете право на месяц в полугодие, соответственно, да, если можно сказать за год, вы имеете право два месяца из года работать где-нибудь, где-нибудь в другом месте. Причем совершенно в любом месте, которое вас заинтересовало. Это забавно на самом деле. Потому что, действительно, многие есть профессии, да, которые вроде бы думаешь, да, может быть интересно там было бы, но как-то вот пока не попробуешь сам лично, внутри не увидишь, как это работает, то не совсем понятно. А вот с таким, таким способом, по-моему, это вариант. Я теперь, вообще, я теперь эту штуку оценил, и мне стало, я стал сразу себе в голове перебирать, какие еще профессии есть, что еще интересного как бы можно попробовать, на какую бы еще стажировку пойти. и понятно, что, в принципе, я все равно буду продолжать искать по своей специальности, в том, чем я шарю, и в чем я, возможно, если найду работу, смогу зарабатывать больше. Потому что, в принципе, я шарю неплохо, даже здесь вот на стажировке, он вроде бы опытный фотограф, там, туда-сюда, но вот какие-то вещи, там, нюансы с фотошопом, например, он не настолько круто дружит, то есть какие-то там ретуши. Вот я делал, кстати, тоже очень интересная штука. Многие французы там приносят старые свои фотографии каких-нибудь прабабушек, прадедушек, старые очень потрепанные фотки, приносят для того, чтобы там сделать ретушь или перепечатать в другой формат, но в таком духе. И я вот тоже сидел, занимался, обрабатывал несколько фотографий, ретушировал, там, чистил. Тоже интересная вещь. И, в принципе, вот я к чему начал об этом говорить, что я заметил, вот он опытный фотограф, а по большому счету он, ну, скажем так, слабее немножечко, или просто ему это не надо было, может быть. Ну, то есть я в фотошопе шарю больше. И получается, что, в принципе, даже вот в таком каком-то месте, где уже давно люди занимаются и работают, я мог бы вполне себе легко пристроиться. В общем, надо найти такое место удобное, уютное. Конкретно здесь у него, у этого мужичка работать мне не очень вариант. Если бы даже он предложил, да, то я бы вряд ли согласился, потому что, ну, во-первых, далековато ездить каждый день, во-вторых, просто в целом график работы не очень меня устраивает. На той ферме, где я работаю, там гораздо удобнее. Там я в 4, в 4 часа я уже свободен, и у меня еще я могу успеть куда-то там по каким-то своим другим делам. А здесь же магазин работает до 6.30, до 18.30. Соответственно, плюс еще там доехать домой туда-сюда, это практически не остается времени ни на что больше. И это не круто для меня. Я, кстати, поработав здесь, стажировку пройдя здесь, я понял, что на ферме оказывается еще и очень-очень даже неплохо. Вот, как я сказал, по графику, а еще и по зарплате, в принципе. Потому что вот та девчонка, которая работает в магазине, она по часам она работает столько же, сколько я на ферме. То есть тоже у нее один день в неделю, получается, выходной есть еще помимо. У меня в пятницу, а у нее в понедельник. И в субботу она с утра там работает. Ну, в общем, в целом по часам получается то же самое, на полчаса у нее больше. Но при этом она получает тысячу сто, ой, тысячу пятьдесят. Тысячу пятьдесят евро она получает. Это как бы СМИК, даже меньше СМИК. Я не знаю почему так, потому что тысячу пятьдесят это меньше СМИК, а по идее, ну ладно, не должна столько. В общем, я точно не знаю нюансов, но примерно, примерно СМИК. СМИК это минимальная заработная плата. И вот как бы, а я получаю девятьсот пятьдесят, но при этом график у меня гораздо более, так блин, я чуть было не промазал свой поворот. при этом график у меня более удобный, более гибкий. Как бы, после обеда иметь возможность, после обеда, после там четырех, иметь возможность еще куда-то успеть, это очень, даже, неплохо. И что еще? Что еще? Что еще? Да все, наверное. Нет, что-то я хотел еще сказать, но уже не вспоминаю. Да, наверное, все. Я и так очень много, я думаю, говорю, уже, наверное, полчаса, а то и больше. Слишком большой ролик для такой, в принципе, не очень, наверное, скорее всего интересующей вас темы. Ну, в любом случае, не знаю, посмотрели вот чуть-чуть на дорогу, что-то еще рассказал. Хе-хе. Может быть, было интересно. Надеюсь, было интересно. Поэтому спасибо за просмотр и, в принципе, все. Увидимся в следующих видосах, как обычно. Может быть, это будет следующая Франция с регистратора, может быть, это будет другая моя рубрика с Сель-Авив, в которой ролики такие попроще, без какой-то конкретной темы даже могут быть. Просто какие-то там кусочки интересные. Ну, в общем, те, кто смотрят мой канал, кто подписаны, они уже знают. Все. Болтать. Болтать приятно и за рулем, но долго. Всем пока. До новых видосов.